ТАППОВА Мороженое ГОСТ Качество объединяет поколения Снежный городок Я приветствую всех, друзья! Это программа «Муж на кухне» Передача, в которой мы всегда готовим простые, доступные, А главное, очень вкусные блюда Вы только посмотрите на мой сегодняшний стол Посмотрите, сколько всего много яркого, разнообразного, свежего И не потому, что лето сейчас наступило Но и потому, что генеральный спонсор нашей программы Компания ТАППОВА Которая всегда очень вкусно готовить Знаете, что хочу сказать? У нас сегодня будет программа такая Мы будем балансировать между высокой кухней И очень простой, я бы даже сказал, фермерской Дело в том, что на самом деле высокая кухня Ну, за рубежом, естественно, она больше распространена Это все-таки на самом деле простая еда Но доведенная до высот искусства приготовления Поэтому мы будем с вами сегодня экспериментировать И я вам покажу несколько рецептов Которые подойдут как для хорошего Такого полноценного домашнего, праздничного даже Ужина или обеда А также все это вы легко можете взять с собой На природу, на пикник, на дачу Интересно? Давайте пойдем, начнем Мы сегодня с вами приготовим вот такое мясо Это называется барбекю На рынке, знаете, да, нарубают Это свинина, можно взять баранину Это будет еще лучше Далее мы сделаем к нему очень интересную такую панировку Из соленого крекера и зелени Сделаем маринад И на гарнир, обратите внимание Вот такая вот тяжелая, казалось бы, свинина Мы сделаем очень легкое пюре из зеленого горошка и мяты, друзья Это вообще идеальное сочетание продуктов Которые только может быть вообще в кулинарии Итак, давайте начнем Начнем мы с маринада Потому что все-таки мясу надо чуть-чуть полежать Для его приготовления Я возьму вот такой шейкер Налю в него Немножко обычного растительного масла Также нам потребуется Один желток Для этого я возьму вот такое устройство И отделю желток от белков Смотрите, как все просто Белок нам пригодится в другом рецепте Желток я добавляю к растительному маслу Также нам потребуется Чайная ложка горчицы Немножко соевого соуса Соль мы добавлять не будем Потому что соевый соус соленый И крекер соленый тоже, друзья И добавим немножко сахара А именно чайную ложку Это дозируется очень просто Вот так вот раз и все Закрываем шейкер И делаем маринад вот таким образом Буквально несколько движений И выливаем маринад на свинину Полностью обмажем мясо этим маринадом Здесь то, что мы с вами сделали Идет не только для маринования Но и для того, чтобы потом Крекер с зеленью хорошо прилип С мясом закончили Теперь давайте займемся крекером Здесь все очень просто Берем вот такой турбоизмельчитель Выкладываем в него крекер Я буду разламывать Потому что таким образом больше войдет Накрываем У нас не должна получиться пыль У нас должна получиться такая крошка Вот, обратите внимание Теперь мы возьмем зелень А конкретно нам потребуется Свежий розмарин Веточка Потому что с розмарином Надо, друзья, быть Крайне аккуратным Если переборщили, то ваше блюдо Будет пахнуть елкой А не свининой Это зеленый базилик Поскольку сейчас уже трава Начинает идти уже Как говорят дачники Она сейчас свежая, нежная Очень пахучая Мята, друзья, тоже До некоторых пор мы с вами С ней только чай заваривали А на самом деле Она так хорошо работает С мясными блюдами И еще одна травка Это петрушка Вот это будет такой Своеобразный Ароматизатор Для панировки Открываем Смотрите Вот что получилось Мелко нарубленная зелень Высыпаем Крекеру Перемешиваем И вот смотрите Какая у нас получается Красивая панировка Ну и переходим теперь К самому интересному Смотрите какая есть у меня Штука Это называется Маринадница Оттаповая Она состоит из таких вот Трех частей Это нижняя часть Такой поддон Куда мы Высыпаем Часть Крекера Зелень Далее Далее мы Кладем Решетку Вот она Видите Удобная С такими ручками Что потом Можно все легко Доставать И выкладываем Мясо Которое у нас Уже немножко Подмариновалось И дальше Мы сверху Посыпаем Мясо Оставшимся Крекером И зеленью Теперь мы Накрываем Все крышкой Защелкиваем Хорошо И делаем Несколько таких движений В принципе Достаточно просто Перевернуть Вот так вот Сделать И все Мясо покроется Хорошим Тонким Слоем Панировки Давайте посмотрим Что получилось Мне даже самому Интересно Вот Обратите внимание Полностью Мясо Покрыто Корочкой Ну и Надо сказать Чем это удобно Тем что Вы можете Также сделать Здесь Замариновать Шашлык Хоть что Курочку Крылышки Что вам Только заблагорассудится Убрать это все В холодильник Взять с собой На природу Куда-либо Ничего там не испортится Это станет только лучше Оно хорошо промаринуется И Кстати Хотел сказать По поводу Вот нашего Сегодняшнего мяса Вот так называемых Сренины барбекю Думаю Многие со мной Согласятся Согласятся Что Часто оно Получается Жизковатым Но здесь Есть два Очень важных Правила Именно для Конкретного Для такого мяса Потому что Оно немножко Суховато Первое правило Это Хороший маринад И Длительность Маринования Второе Второе правило Его нельзя Долго готовить Ни в коем случае Его достаточно На гриль Обжарить С двух сторон И все Будет готово При условии Если вы Хорошо его Промариновали Итак Я убираю мясо В холодильник Чтобы оно Мариновалось У нас появляется Время Обязательно Подождитесь Второй части Нашей передачи Мы Сделаем Заготовку Для гарнира И я покажу Очень интересный Рецепт Луковых Драников Друзья Они подойдут Как для завтрака Который можно сделать Прямо сейчас Так И можно будет Взять с собой Спонсор программы Компания Тапповая Единственный Официальный Дистрибьюторный Центр Тапповая В Хагасии Юге Красноярского Края И Республики Тыва Находится По адресу Абакан Баграда 135 Цокольный этаж Телефон 28 73 26 С Тапповая Всегда вкусно Быстро И полезно Мороженое Пламбир На сливках Нежность Притягивает Противоположности Снежный Городок А мы продолжаем готовить Вместе с компанией Тапповая И на очереди У нас с вами Гарнир Как я и говорил Гарнир у нас К мясу Что интересно На гарнир у нас будет Зеленый горошек Друзья Очень важно Я понимаю Что сейчас он еще не пошел На дачу Но скоро будет Очень важно Использовать Вот такой вот Замороженный Или свежий Зеленый горошек Ни в коем случае Не берите Консервированный Да В собственном соку Это совершенно разные вещи Итак Здесь у меня Зеленый горошек Свежий А вот это Очень интересное приспособление Которое Называется Термосервирователь В нем Я этот горошек И буду Отваривать Смотрите Высыпаем Высыпаем Берем кипяток Обязательно Очень горячий И наливаем его Столько Чтобы горошек Сверху Покрылся Водой Закрываем И все Друзья И вот здесь Он и будет готовиться Стоит сказать Что в термосервирователе Можно легко Приготовить Кашу Можно сварить сосиски Можно сварить сосиски Вместе с кашей Допустим С гречневой кашей Положить сосиски Студенты Внимание Вам это будет Очень интересно Положить Залить кипятком Закрыть И все 20-25 минут И завтрак Или обед Готов Более того Все это можно залить И взять Опять же С собой Куда бы то ни было Потом Открыть И у вас будет Готовый Горячий Хороший обед Ну что ж Ждем 25 минут Пока приготовится Горошек А я Обещал Еще Приготовить блюдо Которое Очень хорошо Подойдет К завтраку И более того Я сегодня Его еще Буду подавать Вместе с мясом Это луковые драники Друзья Мне этот рецепт Знаете Любопытен тем Что в нем Используется Много лука Да и само название Луковые драники Да Согласитесь Как-то странно Немножко звучит Но Тем не менее Блюдо Это Очень сытное Легкое И интересное По вкусу Берем лук Перекладываем В турбоизмерчитель И перемалываем И вот Такая вот Мелкая Мелкая Крошка Лука У нас получается Далее Мы берем Одно яйцо Разбиваем Все Сюда Заметьте Все готовится В одной посуде Не надо Никаких Дополнительных Приспособлений Мыть Потом ничего И теперь Смешиваем Яйцо Вместе с луком Теперь у нас Получается Такая Луково-яичная Далее нам Потребуется Манка Вот что Интересно Друзья Потребуется Две Столовые Ложки Разумеется Необходимо Все это Посолить Ну и Перчик Нам тоже Никто Не запретит Добавить Накрываем И Финальный Финальный Замес На уже Готовое Тесто Для Луковых Драников Вот таким Образом У нас Буквально Несколько Движений И тесто Для Драников Готово И нам Остается Разогреть Растительное Масло На сковородочке Лучше разогреть Его Немножко Посильнее Чтобы Оладушки Схватились Сразу Пока Масло Разогревается Я подготовлю Такую Чашу Корзину Видите Здесь Есть Отверстие Я буду Сюда Перекладывать Луковые драники И лишнее масло Будет С них Стекать Ну а тем Временем Масло Хорошо Разогрелось И я Выкладываю Луковые драники На обжарку Переворачиваем Смотрите Какие они Пушненькие Становятся Снимаем Последний И вот У нас Так скажем С одного Замеса Получился Прекрасный Завтрак На Одну семью И В нашем случае Еще и Дополнение К сегодняшнему гарниру Стоит вспомнить Про мясо Которое у нас Маринуется Вот оно Красота То есть Что у нас получается Маринад У нас включает В себя Яйцо Которое Естественно Хорошо Схватится Не даст Соком Из мяса Вытечь Более того У нас К этому Маринаду Хорошо Прилипла Крошка Из крекера И зелени И у нас Таким образом Получится Очень хрустящая Такая ароматная Свиной барбекю Приготовил Никитова Почему Почему почти Потому что Нам еще Нужно сделать Пюре Поднимаем Чашу Нашего Термосервирователя Сливается Вода И Обратите внимание Вот наш Зеленый Горошек Приготовился Прекрасный Яркий Зеленый Цвет Все сохранилось И теперь Собственно Нам нужно Его Измельчить В пюре Я перекладываю Горошек В турбомикс Вот примерно Вот столько Отставляю Мне еще Потребуется Сок Половинки Лимона Даже чуть меньше Вылим сюда Буквально Две Чайные Ложечки И Разумеется Очень Важный Ингредиент Для Этого Гарнира Это Друзья Перечная Мята Вот И Бывают же Что Называется Союзы Заключенные На небесах Да Вот Сочетание Зеленого Горошка Подчеркну Свежего Зеленого Горошка Ни в коем случае Неконсервированного И Мяты Это Союз Заключенный На небесах Потому что Это Самое Идеальное Сочетание Попробуйте И вы В этом Убедитесь Сами И Что еще Мне нужно Мне нужно Конечно же Немножко Подсолить И Добавить Сливочного Масла Сливочного Масла Я добавлю Грамм 30 Наверное Обязательно Размягченного Накрываем Крышкой И Пробиваем Обратите внимание Какое у нас получается Красивое Зеленое пюре Я полагаю Что мясо Которое у нас Стоит в духовке Тоже уже готово Прошло всего лишь 20 минут Не более Главное Не передержать А сервировать Мы будем сегодня На такой тарелке Просто-напросто Теперь давайте Представим Что Могли бы мы с вами Это все приготовить На природе Вот подумайте Я считаю Что легко Потому что Никаких электрических Приборов Нам не потребовалось Все у нас Такое Свое стационарное За исключением Что мясо Мы могли бы легко Пожарить на решетке На угле Правильно Поэтому у нас Сегодня такой Походный вариант Я беру Такое Сервировочное Кольцо Так называемое Вспоминаем о том Что здесь у нас Есть луковые Оладьи Кладу Кольцо Далее Перекладываю Гороховое Пюре С мятой Ну и я думаю Что завершит Этот ансамбль Еще один Луковый Драник Хорошо Вот так Утрамбовываем Перекладываем Кольцо На тарелку И аккуратненько Делаем Вот такое Волшебство Обратите внимание Что у нас Получилось Некое Даже такое Похоже на Какое-то Суфле Овощное И в то же время Очень легкое И невероятно Красивое Но что самое Интересное Что все это Можно сделать Легко на природе То есть Отдых На пикнике Можно превратить В настоящий Шикарный Обед С высокой Кухней Ну и берем Мясо И Вот таким образом Его Сервируем А завершит Этот великолепный Ансамбль Несколько Веточек Мяты Листочков Точнее Немножко Веточек Розмарина И Вуаля Высокая Кухня На Просторах Хакасии Можно сказать Готово Все это Дорогие друзья Очень и очень Не сложно Я уверен Очень вкусно Вы посмотрите Просто какая Красота А дело Все в том Что Готовить Стаповое Это Друзья Всегда Вкусно Друзья Если вы Чего-то Не запомнили То сегодня Вечером На канале Россия 24 Наша Программа Обязательно Повторится Но если И вечером Вам не удастся Посмотреть То я вас Приглашаю На сайт Одноклассники В нашу группу Которая так и называется Муж на кухне Там вы найдете Все рецепты Из наших Прошлых И нынешних Передач Более того Мы с вами Там можем общаться Можете задавать вопросы И предлагать Свои варианты Рецептов Я всегда С удовольствием Их читаю И иногда Даже использую В своих передачах Ну а если Вы хотите Встречаться Так скажем Лично В жизни То я вас Приглашаю Сюда Кулинарную студию Вилка Вот здесь Мы с вами Будем готовить Различные Интересные блюда Разных Мировых меню А за этим Столом Будем Все пробовать Так что Записывайтесь На наши Мастер-классы Группа Вконтакте Вилка В Абакане Ну а я с вами Прощаюсь До следующей Субботы Пока Спонсор программы Компания Тапповая Единственный Официальный Дистрибьюторный Центр Тапповая В Хагасии Юге Красноярского Края И Республики Тыва Находится По адресу Абакан Баграда 135 Цокольный Этаж Телефон 28 73 26 Стапповая Всегда вкусно Быстро И полезно Мороженое Пломбир На сливках Нежность Притягивает Противоположности Снежный Городок Редактор субтитров А.Семкин